Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем программу прочтения, посвященную новинкам издательства Срединского монастыря. Мы, священники, постоянно озабочены вопросом о том, как сделать проповедь близкой и понятной современному человеку. Потому что сам жанр проповеди порой кажется довольно архаичным, не всегда понятным, не всегда удобовоспринимаемым для человека, не живущего напряженной церковной жизнью, а человека светского. Но мы-то должны обращаться к самому широкому кругу людей, и в первую очередь к тем, кто впервые приходит в храм, помогать, понять то послание, тот месседж, с позволения сказать, который сегодня содержится в Евангелии для нас, для каждого из нас. Но, к счастью, есть у нас мастера своего дела, у которых можно этому поучиться, которые действительно дают высокий пример проповеднического искусства. Искусство не ради искусства, а искусство ради служения ближнему и Богу. И я очень рад представить нашу новую книжку про Терри Максима Козлова «Острее меча обоюдоострого». Это собрание его проповедей, проповеди отца Максима, известного богослова, педагога, писателя, публициста, настоятеля храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ, первого заместителя учебного комитета Русской Православной Церкви, человеку очень известного, постоянно выступающего на различных медийных площадках. И вот сборник его проповедей, где действительно мы видим этот пример приближения евангельского текста к человеку сегодня с его проблемами, с его горестями, размышлениями. Тот пример, который, может быть, в последнее время наилучшим образом был явлен в словесном служении митрополита Антонио Сурожского, недаром его проповеди приводили, приводят множество людей к церкви, к более глубокому пониманию духовной жизни, пониманию нашего сыновства, то, что Бог наш Отец, Он близок к нам, как никогда. И вот, мне кажется, отец Максим во многом продолжает эту замечательную традицию, конечно, по-своему, своими словами, своими талантами. И для примера хотел бы вам процитировать небольшой отрывок из его проповеди о безумном богаче, известный евангельский отрывок, который повествует вроде бы о человеке, который, казалось бы, ничего плохого не делал, просто он старался правильно распорядиться богатством, которое ему дано было, можно сказать, тоже от Бога. Он размышлял, как ему более эффективно использовать вот те самые средства, богатства, которые ему пришли в руки. Вот что говорит отец Максим. Если мы переведем эту притчу на язык современных реалий, она повествует примерно о следующем. Был человек, который удачно вложил свой капитал в акции «Газпрома» или еще какой-нибудь правильной компании. Получил очень хорошие деньги и теперь понимает, что эти очень хорошие деньги, чтобы они не пропали, нужно вложить еще куда-то правильным образом, расширить свои счета, то есть хранилища. Одновременно он предполагает, как это наиболее правильным образом сделать. Он приобретет что-нибудь в Англии, футбольный клуб или еще какую-нибудь надежную недвижимость. Он предвкушает, как хорошо ему будет там жить со всеми этими еще большими деньгами, когда еще подорожает нефть и еще подорожает газ. Ему предстоят только радость, веселье и крайне приятные жизненные перспективы, хоть в каком-то разрезе времени. Такому человеку Господь говорит, безумный, что ты делаешь? Завтра душу твою от тебя заберут. И все эти твои миллионные счета, все яхты, острова и футбольные клубы уже совершенно тебе не пригодятся. Ты будешь предстоять там, куда ты не возьмешь ничего из этого. Христос прямо далее говорит, что там, где человек полагает свое богатство, там будет и его сердце. И что именно так происходит с теми, кто для этого мира, для этой жизни, а не для Бога, богатеет. Вот такие замечательные слова и много других прекрасных примеров и образов каждый прочитает в этой книге отца Максима Козлова. Самое главное, что эти проповеди, это приглашение к размышлению, попытка поделиться тем, что опытный священник увидел, познал в своей жизни и приглашает нас вместе подумать об этом. Благодарю за внимание. Да благословит нас всех Господь.